Всем привет, на канале The Bugs, меня зовут Баладий. Вы знаете, друзья, сейчас, конечно, на рынке много игровых ноутбуков, но вот в основном все они страдают от одних и тех же проблем, потому что они большие, неудобные, да еще и выглядят странно. Именно поэтому-то ноутбуки Dream Machines заставили многих производителей понервничать. Не, ну, конечно, они прям не идеальны, но все-таки я считаю, что они дают прикурить тем же, например, Asus или что там еще, Macer, да и другим. И вот досмотрев вот это вот видео до конца, вы и узнаете всю правду о ноутбуках, Dream Machines и что же в них такого необычного. Короче, давайте не тратить время, не зря подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, честно сказать, это удивительно. Ну, как вы можете быть не подписаны? Конечно, вы подписаны, я уверен, что вы подписаны. Лайк, помчали. Ну, я же надеюсь, вы помните, что у нас с Русиком есть свой телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем самые интересные новости из мира гаджетовой технологии, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Итак, начнем. И вот знаете, в отличие от большинства игровых ноутбуков, Dream Machines вот этот приезжает в такой стильной черной коробке и при этом еще и необычной квадратной формы. Вот что-что, а картона, знаете, им точно было не жалко. И хочу сказать, что коробка, знаете, это вообще не пустяк. Вот совсем. Конечно, это очень важно. Не верите? Спросите у своего кота. Ну, а внутри все плюс-минус стандартно. Вы получаете ноут, получаете зарядку и немножко макулатуры. А что еще прикольно, это то, что на самом ноутбуке нет вот этих, знаете, назойливых наклеек с характеристиками, но при этом о вас позаботились и отдельно их положили в маленький пакетик. Ну, не знаю, наверное, на тот случай, если вам уж ну очень сильно захочется повыпендриваться, что ваш ноутбук на GeForce RTX. Ну, и также здесь есть реально полезная инструкция пользователя. Ведь она вам наглядно показывает, что за порты стоят в ноуте и учит, как за ним ухаживать и работать. Так что, пользуясь случаем, хочу сказать, что давай там, не горься, давай, выровняй спин. И вот единственное, чего не хватает, так это действительно прикольного названия модели. Вот, например, эта модель называется RG4060, представляете? Вот, если я, например, захочу кому-то порекомендовать эту модель, то он, знаете, вряд ли ее запомнит. Скажем так, что, знаете, список покупок от жены как-то будет проще запомнить, чем название вот этой вот модели. Зато дизайн ноутбука – это вообще песня. Нет, многим, конечно, он покажется скучным. Здесь нет никаких вот этих необычных текстур или там еще там, что хуже, гравировок разных. Но вот лично мне он понравился. Ну, как минимум, потому что он сделан по принципу плоского дизайна с ровными такими рубленными гранями. И не только выглядит стильно, но еще и придает, ну, можно сказать, такой, знаете, ну, солидность. А, кстати, если вы, например, захотите себе что-то поинтереснее просто черной крышки, то Dream Machines могут нанести вам поверх любой рисунок. Все, что нужно сделать, это отправляйте им свой дизайн, они делают из него такую устойчивую виниловую наклейку и клеят ее на крышку. Вы же только не изглупите и девушке своей об этом не скажите. А то у вас будет некрасивая какая-то оригинальная наклейка, а ваша парная фотография. Оно вам надо? Нет? Но все же этот ноут получился не только красивым, но еще и удобным. Вот, например, чтобы меньше проводов мешалось у вас под руками, в этот ноутбук установили порты HDMI, Ethernet, USB 3.1 и даже, кстати, DisplayPort вынесли на заднюю грань. Ко всему они еще условно отвели вот эту левую грань для игровой периферии, поставив туда один USB 2.0 и парочку джеков для микрофона и наушников. Да, так что провода, например, от какой-то там периферии уже вам не будут мешаться во время игр. Вы знаете, хотя если вы, например, левша, то что получаете? О, кстати, интересно, а левши как? Они мышку держат в правой руке или все-таки влево? Если нас смотрят левши, пожалуйста, отпишитесь, потому что мы с Русиком же не успокоимся. А что касается правой грани, то там стоит парочка USB 3.0, а также еще и картридер. А вот динамики уже, можно сказать, по классике разместили в нижней части корпуса на небольших таких закруглениях. А вот что касается самого звука, то он, ну, можно сказать, что просто нормальный. И здесь хороший запас громкости, и при этом ничего нигде не хрипит. В то же время, вот, например, низких частот здесь уже как-то, ну, можно сказать, что и нет. И звук получается таким, ну, можно сказать, что довольно плоским. И, короче, послушайте сами. Это еще не все. В Dream Machines добавили еще одну прикольную фишку, которую, вот, я уверен, что должны скопировать вот вообще все производители ноутбуков. А говорю я об отдельной физической кнопке смены режимов работы. И вот, значит, по нажатию на вот эту вот кнопку можно переключиться между офисным, сбалансированным и игровым режимом с максимальной производительностью. И это капец же ж как удобно. Вам не нужно ничего настраивать, лезть в какое-то отдельное меню ноутбуков. Вот, все под рукой. Ну, и также производитель еще и добавил вот такой вот вырез на нижней грани, и это, чтобы вам было удобнее открывать крышку ноута. Ну, правда, конечно, шарнир здесь, знаете, довольно-таки тугой. И открывать крышку одной рукой будет все-таки проблематично. Хотя, знаете, если мы с вами научились засовывать флешку одной рукой в темноте, в системник сзади, который прислонен еще и к стене, то с этим мы точно справимся. Зато в остальном все более чем хорошо. Вот, например, тот же тачпад, вот тачпад, он здесь лучше, чем у многих игровых ноутбуков. Во-первых, у него нормальный размер. Во-вторых, у него матовое покрытие. Ну, и в-третьих, панель вот эта вот вся прожимается, да, друзья, по всей площади. Да, так что, в целом тачпад хороший, и за этим ноутбуком можно легко и удобно работать без дополнительной мыши. Ну, и, кстати, клавиатура, вы знаете, тоже в целом годная, и печатать вот даже удобно. Ведь кнопки достаточно большие и имеют хороший отступ между друг другом. А к тому же еще я хочу отметить, как я понял, это мембранная клавиатура, так что щелчок еще и тихий. Ну, и понятное дело, что здесь есть, конечно же, и подсветка, да, она здесь есть. Притом хочу отметить, что вы сможете настраивать не только яркость, но еще и цвет. Ну, все же, конечно, для игрового ноутбука намного важнее, что внутри, чем то, что снаружи. Так что именно сейчас мы с вами и посмотрим, что Dream Machines предлагает нам с вами, помимо такой вот красивой обертки. А вот дисплей, вы знаете, меня даже удивил. Потому что, например, с первого взгляда мне, например, показалось, что производитель поставил сюда IPS. Но на самом деле это не так. Вместо него здесь установлена WVA-матрица. Это, можно сказать, что улучшенная версия вот этой обычной VA-матрицы. Ну, короче, с более широкими углами обзора. И могу сказать, что в этом плане вот эти WVA вот вообще не отстает от тех же IPS. И даже, кстати, выдает более контрастную картинку с глубоким таким черным цветом. А так как эта панель все-таки с поддержкой частоты обновления 144 Гц, то здесь нет вам и никакого еще и гостинга. Ну, это когда по краям объекта появляется смазывание. Ну, и ко всему такой дисплей вообще в целом делает изображение более четким и плавным. Ну, да, так что в целом этот ноут получил даже очень хороший дисплей. И лично мне вот, например, картинка нравится. Притом Dream Machines еще и добавили отдельную программу, которая вам позволит настраивать вообще всю цветопередачу. И вы можете как переключаться между уже подготовленными режимами. Точно так же и настроить вообще собственную цветопередачу вручную. Итак, друзья, мы с вами плавно подобрались к самому интересному. Это к производительности вот этой машины мечты. И именно сейчас мы и посмотрим, на что она способна. Но сначала полезный совет. Вот если вы, например, играли, и ваша жена случайно вырвала вилку из розетки, и весь ваш прогресс, ну, ваш и игрока, потерялся, то не нужно нервничать, а тем более разводиться. Конечно, все, что нужно сделать, это просто включить мои видосы. Все. Ну, во-первых, это вас успокоит. Ну, во-вторых, у меня видео много, поэтому это даст время вашей жене восстановить вот этот вот весь игровой прогресс. Ничего, пусть теперь помучается, пусть они же думают, что мы развлекаемся, пусть теперь попробуют пройти у этих всех боссов заново. Да ладно же, не надо, не благодарить, подписывайся. Итак, что же у нас с производителями? Значит, в этот раз мы с вами имеем дело с игровым ноутбуком. На процессоре Intel Core 13-го поколения, а именно i7-13700H. И вот чем вот этот вот процессор выделяется, так это тем, что здесь 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Так что получается, что в теории этот ноутбук должен очень хорошо держать заряд, если вы, например, занимаетесь какой-то там офисной работой или просто лазите в интернете. Ну а в качестве видеокарты сюда поставили что? Правильно, GeForce RTX 4060, которая, можно сказать, что уже стала даже такой классикой для игровых ноутбуков. Все-таки у нее и хороший запас производительности, и при этом относительно небольшое энергопотребление. Ну и ко всему, кстати, в этой модели установлено аж 32 гигабайта оперативной памяти, чего вам с головой хватит даже для самых-самых тяжелых задач. Ну и в итоге Dream Machines выдает рекордные показатели в бенчмарках. Вот, например, в многоядерном тесте Geekbench я получил 10500 баллов, а вот одноядерный тест выдал 2500 баллов. И это в офисном режиме производительности. А если, например, поставить турбо, то тут вообще ноут вытащил больше 12 тысяч баллов. Так что процессорная часть ноутбука здесь вообще отличная. И вот такого запаса мощности, да вам точно хватит вообще для всех задач. Ну а вот что касается видеокарты, то RTX 4060 выдала мне 93400 баллов в тесте OpenCL. Почти, кстати, догнав GeForce RTX 2080 Max-Q. В общем, показатели действительно хорошие. Ну давайте мы с вами посмотрим, на что способна эта железо в реальных задачах. Ну и, конечно же, лучшим тестом в нашем случае будет что? Правильно, игры. Ну и так как у нас все-таки здесь мощное железо, то я, как говорится, решил не панькаться. И сразу запустить Cyberpunk 2077 еще и с пресетом RTX Ultra. И вы знаете, на удивление могу сказать, что ноут показал прямо очень хороший результат. Ведь игра выдавала больше 50 кадров в секунду. Притом даже в битвах я не получил ниже 40 FPS. Так что даже с такими настройками графики играть комфортно. Ну а если вам FPS прям важнее графона, то можно поставить просто ультра настройки графики. И вы тогда получите где-то в среднем где-то 70 кадров. Ну а если какая-то битва будет проходить, например, в закрытом помещении, то частота может подниматься и до 90 FPS. В общем, с Cyberpunk, как вы поняли, ноут справляется на ура. Притом вы же учитываете, что после обновления 2.0 игра требует SSD-накопитель даже для минимальных настроек графики. Так что с этим ноутом у вас точно не будет проблем ни с запуском, ни с работой Cyberpunk 2077. А вот что касается Godfault с эпическим пресетом графики, вот эта вот игра в среднем выдает 80 FPS. Представляете, например, в спокойных моментах кадровая частота может еще повышаться до 90 FPS. Но все же, если, например, опустить настройки графики, например, там до средних, то FPS магическим образом вырастает до 120 кадров. Но, правда, к сожалению, они не железные, но даже, кстати, в загруженных сценах игра все равно редко теряет больше 10 кадров. Так что играть очень даже комфортно. И, кстати, даже на средних Godfault выглядит хорошо. Ну а любимый всеми Fortnite выдает больше 200 кадров, когда вы просто бегаете, например, и исследуете территорию. Но все же вот в битвах FPS может все-таки падать до 160, но, правда, не всегда. Так что для, я считаю, более стабильной производительности лучше сразу поставить лимит в 144 FPS, чтобы меньше было вот этих вот разных скачков. Ну а если вам, например, плевать на вот эту вот частоту кадров, и вы просто хотите красивую картинку, то можете смело поставить эпические настройки графики, ведь даже тогда игра выдает больше 80 FPS. Ну, как вы понимаете, раз ноут настолько хорошо справляется с тяжелыми играми, то и в обычной работе он, ну, точно не покажет себя хуже. Ну и вам же, наверное, интересно, сколько, в принципе, этот ноутбук сможет проработать от аккумулятора. Итак, если, например, использовать вот этот вот ноутбук в офисном режиме производительности, то можно выжать где-то 5 часов, что я считаю в целом нормально. Но все же вот с играми и в турбо режиме полного заряда вам хватит где-то на часа 2,5. Так что в целом можно сказать, что этот ноутбук не выделяется прям автономностью, и в этом плане он где-то, ну, на уровне всех остальных конкурентов. Ну и зачем же тогда брать Dream Machines? Ну, спросите меня вы, правильно? Ну, во-первых, ради красивого и продуманного дизайна. Все-таки, как ни крути, но порты расставлены здесь на своих местах, и даже есть еще и приятные мелочи, вроде того же самого слота под карты памяти и отдельной кнопки переключения режима. Во-вторых, отличная производительность. Ну, конечно, Dream Machines постарались все-таки и поставили самое топовое железо, и даже на оперативку не познобились, и установили с запасом. Ну, и в-третьих, еще и дисплей отличный, с быстрой частотой обновления и возможностью настроить цветопередачу. Так что, знаете, в целом можно сказать, что это годный игровой ноутбук, который удовлетворит все запросы геймеров. Ну что, как вам Dream Machines, а? Обязательно об этом напишите в комментариях, а также еще и посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще и веселые и интересные. Ну, и, конечно, главное помните, что все самое интересное. Где? Правильно. В коробке.